Истории из жизни еврейской девочки, жившей во время Второй мировой войны, никого не оставят равнодушными. В одном из классов школы номер пять проходит выставка знаменитых на весь мир дневников Анны Франк. Выставка побывала во многих городах Европы, а Казахстан стал первой страной в Азии, которая приняла выставку у себя. Передвижная выставка Анны Франк вообще уже была в 60 странах мира, ее посетили более 12 миллионов человек. И вот из стран Азии Казахстан первая страна, в которой приехала эта выставка из Нидерландов. Цель выставки донести словами маленькой девочки, которая писала в своем дневнике «Переживание во время Второй мировой войны» и донести до людей, до аудитории, что такое права человека, что такое толерантность, что такое дискриминация. Показать посетителям выставки, что нужно уважать других, относиться толерантно к меньшинствам. Это отец Анны Франк, это ее мать, это в день свадьбы, когда мать и отец Анны поженились. Это было 12 мая 1925 года. На выставке сегодня работают юные гиды, школьники. Они специально готовились к этому событию, изучали биографию Анны и ее дневник. На учеников выставка произвела колоссальное впечатление. Нужно делать, чтобы всех сравнивали одинаково, никто никого не обижал и не ставил ниже себя. Нельзя делать то, что делал Гитлер. Он всех евреев упрекал и делал то, что он ставил выше, то, что арийская раса немцы лучше, чем евреи, а все люди равны. Про Анну Франк я узнал недавно. И считаю, что она очень мужественная и храбрая девочка. Такого ужаса, как было во времена Второй мировой войны, не должно больше повториться. Полное имя Анны – Аннелис Франк. Эта девочка еврейского происхождения была уроженкой Германии. После прихода к власти Гитлера она скрывалась вместе с семьей в Нидерландах, но их нашли и там. После, разделив семью Франк, их отправили в концентрационные лагеря. Маленькая мужественная Анна стала известна после печальной находки ее дневника. В небольшой блокнот девочка записывала все трагедии, которые обрушились на нее в неполные 13 лет. Этот дневник обличал нацизм. Он стал мировым бестселлером, сумев объединить в судьбе одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с Холокостом. Анна Франк и ее семья на сегодняшний день считаются одними из самых известных жертв нацизма. К сожалению, Анна Франк не дожила до окончания войны и не увидела освобождения Европы от Гитлера. Анелис вместе со своей сестрой умерли от сыпного тифа, не дожив до победы над фашистами всего несколько месяцев. В живых из семьи Франк остался лишь отец. Дневник Анелис Франк стал одним из 35 объектов, включенных в регистр память мира, списка всемирного наследия ЮНЕСКО. По нему снято несколько фильмов и сериалов. Дневник маленькой девочки навсегда останется напоминанием человеческой жестокости, которая привела к Холокосту. Пока выставку дневников Анны Франк могут посетить только учащиеся пятой школы. В планах у организаторов перенести выставку на открытую площадку, где каждый сможет познакомиться с жизнью маленькой, мужественной Анелис.